I have ways of blowing things off И теперь хотел бы с вами немного поделиться Экспириенсом, который у нас тут есть Я так понимаю, что В мире практически не осталось людей Которые не знают, что такое Diablo 2 Для тех, кто остались Ну вот, смотрите, пожалуйста Я так понимаю, что Этот ремастер был сделан для того Чтобы приобщить Более молодых людей Более новое поколение К этой игре, для того, чтобы Графика не стояла Барьером Между замечательной игрой и Сразу с босса И людьми, которые Приобщаются к играм Прямо сейчас, то есть молодежь Здравствуй, уровень, привет Ее разорвет? Да, смотрите Как теперь мясом разрывать стало красиво А, ребятушки, чем эта игра настолько важна Для нас Для меня лично, как для человека О, у меня отключения нету И для нас Имеется ввиду, как для канала Потому что В свое время Именно с этой игры Точнее, с этой И с червяков Началось мое похождение Как игромана Как человека, который играет в игры До этого у меня была Sega У меня была Nintendo Но когда мне появился первый компьютер Я пошел в магазин И купил именно эту игру Именно новую Именно оригинал На трех дисках В коллекционном сборнике С буклетиком Все как нужно Почему я взял именно эту игру Потому что некоторое время Я ходил в библиотеку Где был, собственно, в компьютерном клубе И там, собственно, в библиотеке Я и увидел эту игру на компьютерах Влюбился я в нее буквально сразу Мне не понадобилось даже второй раз Приходить и смотреть Я уже точно знал, что я хочу в это играть Через некоторое время На тот момент, когда я покупал Диабло Я еще не знал, что существование третьих героев Но когда я увидел еще и третьих героев Я тоже сразу захотел в это играть Но на тот момент Это была та игра Это была просто Рыба моей мечты Блин Оу! Серьезно! Босс на сути Смотрите, сколько у нее жизни осталось Я что-то слишком самонадеянно Отнесся ко всему дому, что происходит К тому же заговорился с вами Вот, собственно, да Меня первый раз тут грохнули До этого Я же говорю Проиграл час Прошел Дэн оф Ивел Прошел парочку Места еще Сходили к вороне Как вы видите Я вот получил На тебя кулаком Забью тебя просто насмерть Ладно Моя-то наемница Она же с луком появилась Поэтому сейчас Собственную тушку забрать будет не проблема Хотя я не ожидал такого развития событий Так вот Это та самая игра С которой Началось мое большое похождение В мир компьютерных игр И эта игра для меня очень значима Уже не буду упоминать о том Сколько Десятков Каких десятков? Сотен Часов я здесь провел Знаете Если не тысяч Так, тварь Ты Совсем что ли Серьезно Взяла и Грохнула у меня Где-то еще Из меня вывалились Или из нее Наверное из меня все-таки Потому что ее лут вот здесь Маленькие хилочки Это все такое По мелочи Так Бутылки надо положить на пояс Все осталось точно так же Как и было Даже то что Потом бутылочки приходится вручную На пояс раскладывать Тоже осталось Я использую Шапочка на 3 С улучшениями Лучше чем просто Шапочка на 3 А это На 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 здоровье Пока мы тут бегаем Я вам вкратце Рассказываю что да как Вы можете Посмотреть То что здесь Разработчики накрутили С графикой Получилось просто Мой взгляд Бомбезнейше Очень многие Катят на Близзард То что они Неправильно идут И творят Супер Я со многим согласен То что говорят Но Нельзя отрицать Что у них всегда Выходит просто Превосходнейший Продукт И Ну то есть Они умеют Делать то что они делают Игры у них всегда Выходят просто Бомбические Какие бы у них там Не получались Скандалы Перипетии И всякое такое Игры у них всегда Получаются просто Чумовые Я сейчас сюда иду Просто чтобы Кусочек карты Закрыть Я там на кладбище Был уже все Облазил И собственно Ворону я там тоже Убил Ну как вы видите Со мной напарница бегает Так вот Близзарды Красавчики Несмотря на все Те шторма Которые у них Происходят Они выпустили Офигенный продукт То есть В то время Как многие студии Выпускают Какие то ремейки И ремастеры Чисто для того Чтобы Заработать побольше Денежек Да Тукей Я сейчас на вас Смотрю С вашим Мафией 2 И Мафия 3 Ремастер Они пытаются Типа Мафия 3 И так Никто никогда Не покупал Они пытаются Сделать с нее Ремастер Чтобы хотя бы Какую то денежку Собрать Но Что они добились Они испортили Еще и вторую Мафию С этим ремастером Поэтому если играть Во вторую мафию То нужно играть Исключительно В ту старую версию Она кстати Есть у нас на канале Если кто хочет Зайти посмотреть Добро пожаловать У нас есть Прохожение второй мафии Вот Про то как Искорячили Искорячили И изувечили Первую мафию Я уже даже говорить Не буду Там вообще страшные Вещи творятся Так Да Не про мафию сейчас Алло Не про мафию сейчас Мы сейчас Между прочим Диабло 86 86 209 Серьезно Ну-ка 95 161 Что мне Стрелы так разбросаны По непонятно Что Все Кыш отсюда Столько прям стрел Наверное Не надо Это к тому Что этот ремастер Получился Насколько я могу Пока что судить Просто Замечательно Случайная стрела Я еще Не встречал Ни одного бага Опять же Да Я играю В районе часа Но Из того Что я видел Все идет Гладенько Четенько Единственное Что меня Немножко Напрягло Это Пожалуй Слишком Долгая По современным меркам Загрузка В начале Еще и то Что я играю С ССДшки Это могло быть Тоже быстрее Ну ладно Причем Это Загрузка Долгая Только в начале Потом Прогрузочки Идут моментальные Быстренькие Графон Стоит На максималочках Если что И как видите Тоже Все двигается Замечательно Хорошо И резвенько Тут С этим проблем Никаких нету Сделан Этот ремейт Абсолютно С полнейшим Уважением К оригиналу Ничего не вырезано Ничего не переделано Все сценочки Аккуратненько Пересняты И вставлены В том же самом виде Все персонажи Точно такие же Древо Скиллов Сделан такие же Причем Даже вот эти Вырезочки Со скиллами Остались со старого Со старой игры Их даже переделывать Не стали музыку Все остались Все то же самое Потому что игра Само по себе шедевр Все что здесь нужно было Это перепилить графику И они это сделали Все остальное Осталось Ровно там же На том же уровне То есть На уровне Который для большинства Игроделов Сейчас не досягаем Скажем так Вот Я не знаю Я не смотрел Никакие обзоры Никакие мнения На эту игру Я просто вот Запустил И начал играть И делаю сейчас Составляю свое мнение Чисто из того Что я вижу Многие сейчас Байкотируют Близзард И тем самым Они Как бы Не покупают Их игры В знак протеста Против Всего того Что там сейчас происходит Я считаю Что это наверное Немножечко неправильно Потому что Игры И делают Разработчики Ох ты ж Никакой мне Накостылял Воу Воу Давай в два ствола И вот эту Валить Ты че Так вот Я считаю Что Это не совсем Правильно делать Потому что Игры делают Разработчики А скандалы Закатывают Обычно Менеджеры И верхушка И то есть Сидят такие люди Которые Проделывают Огромный труд Это огромное количество Человека часов Это огромное количество Страданий Люди которые Вовлечены в это все Которые сами Любят эту игру И которые с любовью Относятся К ее доработке И тут приходит Какой-то человек Который говорит Вот я недоволен Близзардом Я не буду покупать Все что они делают Вам не кажется Что это несправедливо Я понимаю Когда игра Получилась Плохой Ее переделка Получилась плохой Сама игра Изначально Получилась плохой И вот Поставить ей Плохую оценку Или высказывать Критику студии Это нужно Это необходимо Но когда игра Получилась хорошей Ее Типа Хотят утопить За то что Сама компания Себя где-то там Как-то там Не очень себя ведет Ну я считаю Это несправедливо И неправильно Не буду вот Сильно углубляться Те кто знают Те знают Я Немножечко Поверхностно С этим знаком Тоже сильно Не углублялся Потому что Потом от этого Запаха не отмыться Если сейчас Окунаться в политику Я буду судить Чисто по игре Пока что Я говорю Что она просто Там на 15 из 10 Также Я не прошу вас Полностью брать Мои слова На веру Потому что Мои слова Могут не совсем Соответствовать Той действительности Которую вы знаете Потому что Я Не могу объективно Смотреть на эту игру Это игра Детство Это игра В которой Столько всего Пройдено Прожито И Переувидено Я Пожалуй Не могу судить Об этой игре Именно с точки зрения Какого-нибудь Предвзятости Я все равно Буду предвзятости Потому что Мне изначально Нравится Первоисточник Второй Диабло Ладно Хватит всего этого Просто Смотрите Просто наслаждайтесь Теперь Насчет прохождения Это не будет Прохождение Сейчас просто Суббота Мы с вами Просто сидим И просто чилим Я бы сказал Что эта игра Хорошо подошла бы Для стримов В копилочку Стримов Потому что У нас есть уже Парочка проектов Которые мы Отложили на то время Но Если у вас Есть какие-то Идеи Какие-то предложения Какие-то Билды Которые вы Хотели бы посмотреть Потому что Естественно У меня За Всех персонажей Пройдены Практически Все билды Я Переиграл В эту игру Не знаю Сколько Сотен часов Я могу сказать Что я знаю Про нее Почти Что все Но если У вас Какие-то Есть интересные Моменты Которые вы Хотели бы Глянуть Такие О Интересно А как Будет Если Вот Например Вот Так Вот То Я бы С удовольствием Снял бы Для вас Мы посидели Посмотрели Все будет Зависеть от того Как вы Отреагируете На это видео Какие вы Оставите Комментарии Какая будет Ваша реакция Я буду смотреть На это Насколько вам Интересно Потому что Мне это интересно И я точно знаю Что Я закончу Запись И я продолжу Дальше играть Этот персонаж Оу Полный Суман Ну-ка Зараза Я в этом Вижу Небольшой Символизм Именно На Амазонке Я начинал Играть Тогда В первый раз Когда я Только Купил Игру И первый раз Начинал Играть Первый раз Запускал Первым персонажем Была Амазонка Потому что Мне нравятся Лучники Я предпочитаю Обычно Играть за Лучников Естественно Потом Я всех Остальных Персонажей Той Поперепроходил Но Мне показалось Что Было бы Правильно Начать Играть За первого персонажа Который Был первым И тогда И Дальше Прохождение За Амазонку Я снимать Не буду Возможно За другую Если Которую Я сотворю Специально Для видео А сейчас Я это видео Запускаю Просто Для того Чтобы поделиться С вами Эмоциями И Чтобы вы Понимали Что В принципе Происходит Вот Мы можем Сыграть За Некроманта За Варвара За кого Хотите За кого Геймплей Сложнее За кого Легче Это уже Вам судить С Диабло Кто Ваш Любимый Персонаж Кем Вы Проходили Какие Билды Вам Больше Всего Нравятся Может У вас Были Какие Интересные Смешные Случаи Связанные С этой Игрой Я буду Рад Услышать Абсолютно Все Из Вышеперечисленного Таким Образом Мы сможем Поделиться Впечатлениями И я Заодно Буду Знать Насколько Вам Очень Многие За него Ходят Именно Как За Некроманта То есть Поднимая Кучу Скелетов Големов Ревайвов И всякое Такое Но Мне Некромант В первую очередь Естественно Я наигрался Именно Таким Образом С кучей Скелетов Но Потом Он Мне Стал Интересен С точки Зрения С точки Зрения Маги И Один Раз У меня Было Что Я качал Ключ Кстати Что Я качал Мага Некроманта Который Абсолютно Не умел Поднимать Никого Но При этом Обладал Очень крутой Магией Я за него Прошел Игру Под конец Было Немножечко Сложновато Но Как по мне Оно Того Вполне Стоило Так Пещерку Мы зачистили Можно Потихонечку Возвращаться Пещерка Бонусная Мы тут Не ищем Никакого Задания Ничего Я просто Сюда Зашел Потому что Мы сможем Тут побегать Посмотреть На физику На графику И заодно Немножечко Обсудить Вещи Которые Происходят Так вот Кто-то Говорит Что Многие Вещи Наверное Я помню Когда Анонсировали Только Сам Резуррект Что это В принципе Будет Ремастер Многие Говорили Что Нельзя Полностью Делать Ремастер Что Нужно Его Адаптировать Под Современные Какие-то Реалии Вот Что Ну Многие Механики Устарели И при этом Разработчики Они взяли И максимально Оставили его Именно Со старыми Механиками Насколько Это может быть Увеличили Увеличили Размер Сундука В городе За что Им пожалую Спасибо Блин Меня сейчас Грохнут Я буду Использовать Как авто Турель Что ли Бах Блин Я сейчас Разнесет Фух Нормально Чуть не грохнули На второй раз Боссы Прям Да Ну Для начала Когда ты еще Ничего не умеешь Ничего не знаешь К тому же Я еще и специально Не качаюсь У меня Скилл 3 Полностью не прокачан Я 7 скиллов По одной простой причине Я до сих пор Еще не решил Для себя Кого я буду Вкачивать Копейщика Или Лучницу Так У меня реген Никакого нет Никакого Ладно Поэтому скиллы Я до сих пор Не трогаю Пока что Ох ты ж Шамана кусок Пока что Вроде и так Получается То что нас Один раз Убили Это была Случайность Потому что Я заговорился А то что Сейчас второй раз Чуть не убили Ну так опять же Это редкость Пока что Я считаю Что до цитадели Ну в смысле До кафедрала Можно Проходить Вообще Не запариваясь Кто ты и что ты И только Потом уже Кстати Это магический посох Он может хорошо стоить Лучше его возьмем с собой До кафедрала Можно проходить Вообще Не запариваясь А если по хорошему Если знать игру Если Немножечко изловчиться То В общем то Первый акт Можно пройти Не заморачиваясь На прокачку Просто идти вперед И потихонечку Да иногда Отхватывать Хавать бутылочки И идти дальше Сейчас я вот думаю За кого бы я еще хотел поиграть Наверное персонаж Которым я играл Меньше всего Это друид И мне он всегда казался Очень сложным Потому что Билды на него Это нужно Или самому Становиться Оборотным Или становиться Призывателем В общем Надо определиться Как и что Я за него Меньше всего знаю Как и что Прокачивать Возможно Если хотите Можем запилить Прохождение На друида Будет новенькое Для вас Будет новенькое Для меня Новенькое В каком смысле Не будет Нового контента То есть Как вы понимаете Игра это Абсолютнейше старая И ничего нового Кроме графония Сюда не завезли Но Посмотреть На новые локации В новой рисовке Я думаю Очень многим Было бы интересно Мне как минимум Точно интересно Вот я с огромным Любопытством Рассматриваю Все вот эти Пещерки Все вот эти места Я в них Как бы Побывал уже Миллионы раз Но Какая раньше Я ни тем не пользуюсь Но для меня Сейчас Вызывает Большое любопытство Заглянуть В каждый угол Потому что Все перерисовано Очень грамотно Очень красиво Физика движений Какие-то детали Персонажи Ну не персонажи А в смысле Мобы Все выглядит Просто бомбезно Я хочу найти Кстати этих Лунный клан Они тут встречаются По-моему Или чуть дальше На болоте Я хочу на козлов Посмотреть Как они тут выглядят И каким их тут сделали Потому что Ребята очень солидные Ну темных охотников Перерисовали Вообще все перерисовали Я понимаю Но все сделали С очень большим Уважением О Кстати Из нововведений Которые сделали То что сейчас Золото Поднимается автоматически Я сейчас подошел К этому тому Помните Кто играл Кто знает Это задание Оно не обязательно И поэтому Награда За это задание Там Огромное количество Золота Будет рассыпано На полу И его приходилось Каждый раз Протыкивать По одной планетке И поскольку Я очень жадный человек Меня всегда Это утомляло Типа Я же не могу Оставить здесь золото Но Да Теперь золото Будет собираться Автоматически И это Немножечко Облегчит жизнь В общем Добавили Просто самый Минимум То есть Добавили Автоматическое Подбирание золота Увеличили инвентарь В городе И По сути Все По сути Все Потому что Все остальные Моменты геймплея Не остались У них дэмэджевая аура Это страшно Надо убить босса Все Аура пропала Хорошо Ну вот Этого босса Раскатали Кстати Довольно быстро Из-за боссов Дают Очень большое Количество Экспы Круто Иглорб Можно посмотреть Может даже Магические вещи Они дорого стоят Есть конечно Базовые магические вещи Которые ничего не стоят Но Все равно Не лень проверить Они небольшие Много места Не забирают Я вот думаю Может быть Посветлее сделать Или может быть Так и оставить Потому что Ночь это ночь Я лично Нифига не вижу У меня он Напарница Отстреливает всех Блин Звуки шикарные Сделали Вот эта фишка С кроватью Она же не отображается На кровать Нужно именно нажать Чтобы из-под нее Что-то вывалилось Так Даггер нам нафиг не нужен Что у нас по ключам У нас 10 ключей Вроде 12 Максимальный стек ключей Тут 14 Останется 2 2 Да Спасибо Все таки Вообще То есть Чувствуешь себя Как будто одел Старую Удобную Привычную Одежду Но которая Она же по крайней мере Так что заканчиваться Она у нас тоже Наверное будет В нигде Я себе не ставил Каких-нибудь там Цель определенных Дойти сюда Или дойти туда Я просто Поиграл И потом включил Запись Чтобы поделиться С вами ощущениями Впечатлениями Теперь дело за вами Идите в комментарии И делитесь Своими ощущениями Впечатлениями Со мной Пишите О вашем Опыте Прохождение О каких-то Интересных Случаях О том Что бы вы хотели Увидеть И хотели бы Увидеть вообще Что-либо Связанное с Диабло Пока что Спасибо, что были с нами Всем удачи Добра Бобра Всем молодушек И всем Покеда Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok